Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на сегодняшней нашей встрече. Она проходит в программе 14-го международного фестиваля Александринский. И сегодня мы очень рады видеть в медиа-центре новой сцены генерального директора Архитектурного бюро земцов Кандиайна и партнёра Михаила Олеговича Кандиайна, заместителя художественного руководителя Александринского театра, профессора, доктора искусствоведения Александра Анатольевича Чапурова. Ну, собственно, Александр Анатольевич, можно сказать, дома, но сегодня мы встретились для разговора интересного, важного и, наверное, очень полезного для нас, для всех. Он будет посвящён опыту реконструкции и реставрации исторического здания Александринского театра 2006 года и опыту строительства в самом центре города, в сложной такой густой застройке исторической, новой сцены Александринского театра. Итак, ну, я думаю, что мы начинаем. Спасибо, Александр Анатольевич, слово вам. Начнём с реконструкции. Добрый вечер. Ага, вот-вот, видите, есть даже кликер. Действительно, мы начнём по исторической хронологии с исторического здания Александринского театра. В 2006 году, в 2005 и 2006 годах, вот здесь, видите, даже стоят период с мая 2005 по август 2006 года, происходило очень важное для Александринского театра, для старейшего театра России событие. Реставрация, реконструкция исторического здания. Все мы знаем здание Александринского театра, и это действительно исторический памятник, в общем, мирового значения, который образует целый ансамбль архитектурный в самом центре Петербурга, и который является уникальным театральным зданием, вообще, так сказать, уникальным театральным зданием в мире, в общем, даже не только в России, не только в Европе, а в мире, потому что это здание вбирает в себя многие традиции театральной архитектуры и прошлых времён, и для первой половины XIX века современной тогдашней архитектуры, многие, так сказать, вещи, которые никогда не применялись в архитектуре, были использованы в строительстве этого здания, многие вещи, которые связаны с оснащением этого здания, тоже, так сказать, были впервые применены в Александринском театре, это был театр новейших технологий в 1832 году, в общем, так сказать, таких аналогов было очень мало в Европе того времени. Когда в 2003 году художественным руководителем театра стал Валерий Владимирович Фокин, он пришёл в это здание, поставив уже один спектакль, очень известный спектакль «Ревизор» 2002 года, он успел поработать здесь, то есть он уже пришёл в здание, которое он уже попытался освоить, и потребность в реконструкции и в реставрации этого здания он ощутил в полной мере. Я помню, в состоянии Александринского театра на момент прихода Фокина в 2003 году здание было, я бы сказал, в ужасающем состоянии. Если в зале, скажем, в зрительном зале было всё вроде бы в порядке, золочёные барьеры лож, значит, драпировки, люстры, всё, значит, это вроде работало, но если было, если, так сказать, мы проходили на сцену или проходили, так сказать, как в закулисье, или, так сказать, начинали разбираться в том, как устроен Александринский театр, можно было прийти в некое шоковое состояние. Например, проводка, электрическая проводка в Александринском театре, это был первый электрифицированный театр России, он был электрифицирован в 1883 году. Так вот, проводка 1883 года присутствовала как действующая части, значит, там, значит, его никогда капитально не ремонтировали, Александринский театр, его только производили некие косметические ремонты и приспособления. И многие вещи, как вот были построены, так и, значит, вот что-то наслаивалось, так же, как и электрическая проводка, ее дополняли, не, так сказать, меняли, а дополняли, вплоть до того, что первая проводка была сделана внутри таких трубочек, которые были сделаны для подачи газа, газового освещения. Так вот, в эти трубочки засунули, значит, электрические проводки медные, и, значит, они действовали. К ним была присоединена и современная проводка, и никто не мог сказать, что с чем связано и что куда идет. Потому что схем электрических практически не было, в них разобраться было невозможно. И было запрещено, например, что-нибудь делать, дергать за какие-нибудь проводки во время спектакля, потому что можно было дернуть, и пол театра могло вырубиться в этот момент. Вот такие вот вещи были, понимаете, висели, значит, эти провода, провисая в коридорах, значит, за кулисье. Я даже помню, как однажды во время спектакля загорелась декорация, потому что замкнула, значит, там проводку на сцене, и загорелась декорация, и Игорь Николаевич Волков читал монолог Подколесина, в то время как по сцене вращалась горящая декорация. Вот такие вот вещи были. И затушить было невозможно, потому что система, значит, пожаротушения, она так относительно работала. Был круг врезан в зрительный, в планшет сцены. В свое время круг – это было достижение театральной технологии, вращающаяся сцена. Значит, в Александренском театре никогда кругов не было, были только подъемы. И круг врезали только в 1955 году, когда ставили спектакль «Оптимистическая трагедия». Тогда в планшет врезали круг, и был самодельный там какой-то, значит, механизм для вращения, сделан, причем самими рабочими сцены, изобретен. То есть это не какая-то, так сказать, такая вот техническая инновация, а сделано самопально, что называется. И этот круг был сделан, 14 метров был диаметр этого круга, и с 1955 по 2003 год он уже настолько износился, что он качался вот так. Когда, значит, много народу вставало на одну сторону, круг начинал подниматься вот с другой стороны. То есть он вот так вот качался. Подъемы были где-то механические, а где-то ручные. Крутили ручку, чтобы поднять декорации. Вот такие вот вещи были. То есть где-то какие-то вещи были подновлены, а какие-то совершенно были еще до исторических времен. То есть когда Фокин с этим столкнулся при, значит, постановке «Ревизора», он говорит, как это вот, это Александринский театр в таком виде? Свет тоже был очень самопальный, значит, они добавляли какие-то прожектора, значит, без всякого, так сказать, для конкретного спектакля что-то добавляли, а какой-то системы управления светом практически не было. Значит, это все было на пальцах делалось. Никакой ни электронной, ни компьютерного управления, ни сценой в целом, ни, значит, освещением, ни звуком, их практически вот этой целостной системы не было. Повестки, значит, то есть такие сигналы для перемены сценической или прочее подавались, в общем, по рации, безусловно, а иногда и просто вот бегал по мреж и, значит, говорил, что вот давайте опускайте, поднимайте там и все такое. Вспоминается один анекдот, когда один из наших помрежей, помощников режиссеров, которая до сих пор работает в театре, она начинала, значит, спектакль с того, что ударяла в гонг, там стоял гонг такой, и однажды она вместо гонга ударила по лбу артиста, вот, значит, причем народного артиста. Значит, звон, конечно, раздался, но не того калибра, понимаете ли, вот такие вот вещи были. То есть театр, при том, что он замечательный и, так сказать, исторический театр, он был в очень таком плачевном состоянии, безусловно. И Фокин, когда, значит, пришел, он говорил о том, что, ну, старейший театр России в таком состоянии быть не может. Нужно его преобразовывать, нужно его оснастить современной технологией в то время, как нужно сохранить и возродить многие вещи, которые были утрачены исторически. А здание действительно очень интересное, и за те сто с лишним лет, которые прошли со дня строительства этого здания, оно претерпело множество изменений. И какие-то изменения положительные, какие-то не очень. Нужно было во всем этом разобраться и организовать, как говорится, современное игровое пространство для театра, в котором можно было решать современные постановочные задачи. Но при этом очень важно было вот эти новые технологии вписать в историческое пространство. Потому что там, например, в зрительном зале уникальная акустика. И какие-то изменения в архитектуре сцены или, так сказать, просцениума, или зрительного зала, замена материалов, которые были в зрительном зале, так сказать, уже использованы, она могла привести к нарушению и акустических, и визуальных, так сказать, качеств театра. Изменение сцены и, так сказать, использование каких-то современных технологий могло тоже сказаться на, в общем, общей акустике. Так, например, в 30-е годы, например, были уничтожены портальные гримерки. А портальные гримерки в первой и второй кулисе с двух сторон находятся. И вместо этих портальных гримерок сделали такие карманы, то есть такие пространства, куда убирались декорации. И звук стал уходить в эти два пространства. Не в зал идти, не направляться в зал, а уходить в стороны. И эти акустические провалы убирали тем, что делали, задрапировывали эти, значит, карманы и так далее, и так далее. То есть, вот, например, был изменен наклон сцены. Это тоже изменяло визуальные, так сказать, наклон сцены. Раньше сцены были всегда наклонные для того, чтобы мы видели ноги артистов, которые на варьер-сцене там вдали, как в балете, значит, чтобы ножки балерин были видны. Ножки актрис кардобалета не срезались так вот визуально, если мы смотрим из зала, а чтобы были видны. Поэтому был наклон. И к тому же, для того, чтобы выстраивать мизансцену, и чтобы мизансцена была видна, тоже нужен был наклон, чтобы мы видели планшет сцены. А не он не проваливался. Вот эти вещи тоже очень важны. Подъемы, то есть, освещенность зрительного зала, в смысле, освещенность сцены, все это очень важно. И к тому же, например, современные какие-то звуковые эффекты при этом нужно было поддержать некой уже электронной акустикой, системой surround, которая дает объемный звук, предположим, когда дается фонограмма, или дается подзвучка, или что-то такое. То есть, естественная акустика должна была быть поддержана вот этими современными технологиями. То есть, вот эти вещи очень были важны. К тому же, в советское время многие из элементов декора были уничтожены. Например, в 1932 году было такое постановление Ленинградского обкома ВКПБ под руководством Сергея Миронча Кирова о советизации Александринки. Советизация Александринки – это означало изничтожение разных примет аристократической жизни. Например, со стен ложь были содраны шелк. В царской и боковых ложах были содраны шелковые ткани, убраны орлы. Убраны вместо этих шелковой обивки стен, стены были покрашены розовой краской. Значит, в зрительской части стены тоже были забелены. И то, что там была определенная рода живопись, еще сохранившаяся, так сказать, с россиевских времен, она была закрашена и в некий такой нейтральный тон. Перила лестниц, где была и бронзировка, и, так сказать, очень элегантные такие темные черные, так сказать, такие перила, те самые решетки были. Это было покрашено все в белый больничный цвет. То есть, очень много вещей было искажено. И Фокин, когда добился у президента решения о реконструкции, а это было решение президента, личное, кстати сказать, о реконструкции и реставрации Александринского театра, он, когда это было принято решение в преддверии 250-летия труппы театра, русского драматического театра, русской драматической труппы, которая вот играет в Александринском театре. Александринский театр – это, кстати, название не труппы, а здания. Это надо понимать, потому что 250 лет – это 250 лет театру как институции, а не как зданию. Зданию гораздо меньше. Значит, так вот, было принято решение о реконструкции, реставрации, и Фокин, в общем, давал задание проектировщикам, что нужно сделать. И самое главное, что он сформулировал. Здание Александринского театра – это историческое здание, это музей. Музей везде, кроме сцены. Сцена, сохраняя архитектурные параметры исторические, должна быть оснащена новейшей сценической технологией. Вот задание, которое было дано Валерию Владимировичу Фокину. А теперь немножко пройдемся по такой истории этого здания и о том, что происходило во время этого ремонта. Сейчас мы дальше пойдем. В 1832 году вот так выглядело это здание. Оно немножко отличается по некоторым скульптурным деталям от того, что сегодня мы видим. Некоторых скульптурных групп на крыше мы сегодня не видим. Видим только на центральном фронтоне квадригу Аполлона, а вот боковых скульптурных фигур не видим. Но тем не менее, так же, как и не видим сегодня вот того каретного подъезда, каретного коридора, куда заезжали кареты. Сегодня это закрыто дверями, значит, это закрытое помещение. А раньше кареты подъезжали вот прямо вот туда под центральную колоннаду. Можно было туда подъехать. А в основном здание, как вы видите, такое же и вполне узнаваемое. Вот на что мы опирались, так сказать, на работе над реставрацией и реконструкцией этого здания. Во-первых, сохранились уникальнейшие чертежи Карла Ивановича Росси. Видите, и разрезы театра, и декор внутренних помещений, и продольные, и фронтальные разрезы, и разрез сцены. Все это сохранилось. Это замечательная коллекция находится в музее Академии художеств. И, безусловно, вот развертка зала. И вот здесь я хочу остановить ваше внимание на том, как был оформлен зал. Он отличался от того, что мы видим сегодня. Во-первых, отличался тем, что он был декорирован в голубом цвете. Голубые драпировки были, как нынче в Мариинском театре. Это был романтический цвет, цвет романтики. И в Александриинском театре цвет, так сказать, как говорили ленты Ордена Андрея Первозванного, то есть, так сказать, высшее такое, аристократическое, так сказать, такой цвет. Вот этот голубой цвет. И вот мы здесь видим развертку театра, значит, зрительный зал, декорированный в голубом цвете. Первое, что тогда говорили, что вы, наверное, возвратите все детали, которые были при Росси. Вот первая проблема, которая возникла. Возвращать ли театр к Россиевскому проекту или что-то как-то по-другому? Потому что то, что мы получили к началу 21 века, оно очень сильно разнилось с тем, что, так сказать, было спроектировано Карлом Ивановичем Росси. Вот, кстати, макет зала, как он выглядел в период открытия театра. Видите, вот совершенно другое немножко впечатление о зрительном зале, другое расположение мест в партере, здесь есть еще и бенуары, которых сегодня нету. Но в целом, как бы общий вид такой же. Вот сейчас мы посмотрим, еще тут есть. Вот такой занавес был, например, в Александринском театре. Очень интересно, что этот занавес, значит, вот эта реконструкция этого занавеса, на нем была изображена Александровская колонна на Дворцовой площади. Но самое интересное, что театр открылся в 1832 году, а колонна была установлена в 1834 году. То есть фактически на занавесе театра был архитектурный проект изображен, а не сама колонна. Потому что колонна появилась потом. То есть это как бы идеальная такая картина центральной площади города, которая была вот на этом центральном занавесе. А, хорошо, я понимаю, я убегаю со света. Все, я вижу, да-да-да-да. Значит, сейчас мы пойдем дальше. Вот так выглядели спектакли, видите, сцена с декорациями. Это тоже реконструкция. Вот так выглядел зрительный зал, сцена при Карле Ивановиче Росси. И на сцене мы видим декорации Вильгельма Гропиуса, значит, того декоратора, который оформлял сцену и который, значит, поставлял всю сценическую технологию в Александринский театр. Это немецкие, значит, машинисты и декораторы Карл и Вильгельм Гропиусы, которые делали, значит, вот так, что такое? Что-то не то. Вот. Вот смотрите плафон. Плафон тоже сегодня бы такой, то есть потолок зрительного зала, он совершенно другой. Этот эскиз плафона, он существует в театральном музее, его сделал итальянский художник Антонио Вигги, и на нем была изображена композиция «Триумф Марса». На фронтоне был Аполлон, а в зале Марс. То есть соединение бога-покровителей искусств и бога войны. Вот такое вот интересное сочетание. То есть такой воинственной государственности и искусства. Вот это был такой принцип, такая программа, вложенная в этот театр. Вот мы видим тоже макет театра того времени, вот с этим самым плафоном. Надо сказать, что, значит, да, еще один момент. Барьеры ложь, это были не лепнина, как сегодня золоченая лепнина, а это были нарисованные, нарисованные вот такие композиции на холсте. И ложи были обтянуты холстом. Видите, вот так в театральном музее сохранились вот образцы этой росписи, значит, которая была в первоначальном виде театра. Вот так были оформлены центральные ложи, царская ложа, так называемая. Вот мы видим, значит, вот это, кстати, сохранилось. Это резьба, значит, барьера ложи тоже царской. Она сохранилась до сегодняшнего дня в том же самом виде. А вот портальные ложи, вот мы видим их оформление в таком голубом цвете, хотя структура этого декора та же самая, но не алый цвет, как сегодня, а голубой. Это мы тоже, вот видите, стены зрительного зала были тоже расписаны, вот такими, видите, стены ложь были расписаны вот такой живописью с изображением, значит, вот таких, как бы, скульптурных деталей. Плафон. Вот видите, этот плафон, кстати сказать, с подписью Карла Ивановича Росси, он никогда в XIX веке не был перенесен на потолок Александринки. Он появился по эскизу Росси только в 1932 году, когда реставрировался потолок театра в советское время. И, значит, он не имеет никакого отношения к историческому виду плафона XIX века. Но, тем не менее, этот плафон сейчас на потолке, эта роспись на потолке Александринского театра. Вот видите, она уже, вот это современная фотография. И в советское время вот такой плафон до нас дошел. А вот еще одна интересная такая, такой коллаж, фотографический коллаж середины XIX века. Если мы вглядимся в это изображение, то мы увидим, что там не россиевские росписи и не современная лепнина. Что-то третье. И мы никак не могли узнать, что там было изображено. Так же, как и плафон совершенно другой, который совершенно нам непонятен, какой это был плафон. То есть в середине XIX века зал как-то был по-другому оформлен. И до реставрации мы даже и не подозревали, как он был оформлен. Вот есть фотография, на которую мы во многом ориентировались. Это зрительный зал Александринского театра. Это фотография 1994 года. Собственно говоря, в целом зрительный зал дошел до нас именно в этом виде. И единственное, чего тут нет, это нет дверей, сходов в местах за креслами, которые сегодня существуют. Мы можем вместо за креслами выйти через две двери, которые по обе стороны царской лужи существуют. Вот в таком виде дошел зрительный зал. Если мы посмотрим на царскую лужу, то царская лужа, она совершенно не царская лужа. В ней вместо маленького количества таких привилегированных мест было около 30 мест. Это был амфитеатр Билетажа. То есть там было напихано около 30 стульев, как амфитеатр. А в центре вот эта вот арка была перегорожена кинобудкой. То есть там была киноустановка. В 30-е годы, когда пошла кинификация театров, там была установлена вот такая киноустановка. И сделано бетонное перекрытие, на котором эта установка совершенно была разрушена вся архитектура царской лужи. И это было вообще странное вкрапление киноискусства в старинный театр. То есть вот такой внешне вроде бы замечательный зал. Вот мы видим вот эту сохранившуюся резьбу барьера ложи царской. Вот мы видим сейчас. Вот они. Это лепнина, барьеры лож. Они сохранились и сегодня мы их воспроизвели, воспроизводим. Значит, вот начались ремонтные работы. Вот так выглядел зал во время ремонтных работ. Но когда мы начали ремонтные работы, еще не было четкого понимания, какой же должен быть зрительный зал Александринского театра. Во многом проект делался по мере исследования зрительного зала, натурного исследования. И мы пришли к мнению, что подход и стиль оформления зрительного зала должен представлять собой своеобразную историческую эклектику. Мы должны были сохранить все подлинное, что дошло до нас от истории театра. Как к какой бы эпохе оно ни относилось. И вот такая историческая эклектика должна была нас как бы ввести в историю театра. И вот начались натурные исследования. Первая идея была заменить всю столярку в зрительном зале. Ой, это старое-старое дерево, значит, надо его убрать. И тут надо сказать, что Валерий Владимирович Фокин проявил просто, так сказать, очень важное, так сказать, такое принял решение о том, что надо не убирать, не заменять эти деревянные детали, а реставрировать. И сохранить вот это дерево, это финская сосна 1832 года. Она сохранилась почти полностью. Это двери ложь, стены зрительного зала, это потолки и барьеры ложь, это перегородки ложь. То есть все это то, что создавало практически акустику зрительного зала. Вот мы видим, видите, очищенные и отожженные, с отожженной краской, значит, барьеры ложь, это вот та самая финская сосна 1832 года. И вот то, что сохранилось вот это все подлинное в зрительном зале, и то, что здесь нет практически новодела, это удивительное достижение этой реставрации. Это действительно реставрация. Значит, смотрите дальше. Ну вот полы. Здесь, значит, вот это вскрытые полы зрительного зала, и здесь были открыты вентиляционные, все вентиляционные, так сказать, люки, которые были в зрительном зале. Они были во многом перекрыты уже в советское время. Сейчас вот здесь, видите, там такие квадратики, так сказать, такие дырки. Они есть. Они, так сказать, осуществляют вот это самое вентилирование зрительного зала. И поэтому той самой духоты, которая была когда-то, здесь нет и быть не может. Вот так выглядела, видите, люстра, которую отправили в реставрацию, все, значит, ее хрустальные элементы. Вот так выглядел остов этой люстры. Вот так выглядела сцена, перекрытая железным занавесом. А вот то, что я вам говорил. Вдруг мы обнаружили роспись 1850-х годов. То есть это время Островского. Зрительный зал был расписан вот такими, такой росписью. А в розетках и, так сказать, в таких, значит, квадратиках были фрагменты и эпизоды из русских народных сказок, басен Крылова и разного рода фольклорных, значит, историй. То есть это период такого славянофильства, когда русский репертуар, значит, ставился на этой сцене. На потолке, на плафоне были портреты русских драматургов. А на барьерах ложь никакого золота. Были вот такие фрагменты из русского народного фольклора, русских сказок и, значит, басен Крылова. Вот такая была история. И на протяжении 30 лет театр именно так выглядел. И вот, наконец, мы сопоставив вот тот самый фотоколлаж вот с этими открытиями, с этими находками, с этими расчистками мы обнаружили, как выглядел зрительный зал. Но, естественно, мы не возвратили этот вариант, потому что он не был ни к росте, ни к современному театру. Но зато у нас эти вот фрагменты сохранились в музее театра. Это было, в общем, настоящее открытие. Вот видите, какие-то чертики тут, значит, вот такие вот фрагменты здесь были. Расчистки произвелись и в других помещениях театра. И было обнаружено такие орнаменты, которые обрамляли своды, которые сейчас воспроизведены. Их не было в советское время, они были забелены. И этого всего, значит, мы вернули то скромное, очень деликатное оформление, которое было в россиевские времена, которое было спроектировано Россией. Вот такой, видите, зал, он уже в новом обновленном виде появился после реставрации. Значит, появились и вот эти самые двуглавые орлы, и те драпировки, которые были утрачены. Да, кстати сказать, это был алый цвет. Выбран был алый цвет. Потому что еще при жизни России в 1849 году театр был из голубого превратился в красный, в алый. Были возвращены, вот видите, росписи и в царской ложе, то есть то, что и шелк в царской ложе, обивка и зеркала, и люстра. Все это было воссоздано по фотографиям и эскизам. То есть атмосфера зрительного зала, она, так сказать, соответственно возрождалась. Вопрос занавеса. Вот вы здесь видите несколько вариантов занавесов Александринского театра, и предстояло выбрать тот, который нужно было, так сказать, который бы символизировал искусство Александринцев. И был выбран занавес Александра Яковлевича Головина, его занавес интермедийный к маскараду. Вот вы видите там во втором ряду справа, значит, вот этот занавес, который был Головиным сделан для маскарада. Он и стал нашим главным занавесом. Это своеобразное, как у МХАТа Чайка, так у нас маскарад. Вот такой занавес был принят. Ну и технологии. Безусловно, сцена была оснащена новейшими технологиями света, звука, управления сценой и подъемами. Круг, который иногда используется в театральных спектаклях, он стал накладной. То есть его можно было поставить, а можно убрать. То есть это тоже вариативность определенная. Были воссозданы и интерьеры гостиных Александринского театра. То, что в советское время было абсолютно уничтожено и только лишь в некоторых фрагментах сохранилось. Все это вернулось в свой прежний вид. И была обнаружена в запасниках театра мебель, сделанная по эскизам Карла Ивановича Росси. То есть это вот те стулья и кресла и диваны, которые были в 1830-х годах и сделаны специально для Александринского театра. Вот это было обнаружено, реставрировано и выставлено в фойе театра. Надо сказать, что было собрано около 160 гарнитуров, которые хранились в запасниках Александринского театра. Был создан в фойе третьего яруса музей театра, где представлены экспонаты, связанные с артефактами сценическими того времени. Вот видите, значит, этот музей, наверняка вы были в нем. Значит, вот этот музей был создан, это пространство новое, абсолютно, так сказать, уникальное, на мой взгляд, нет, потому что здесь представлены те коллекции костюмов, бутафории и реквизита, которые никогда до того времени не выставлялись для зрителей. И, конечно же, Фокин во многом использовал этот зрительный зал, это новое пространство, обновленное пространство в своих спектаклях. Многие спектакли Валерия Фокина, они используют сценическое пространство или игру с этим зрительным залом. Этот зрительный зал является частью спектаклей. И вот мы видим и в двойнике, и был такой спектакль «Невский проспект», где действие шло в центре зрительного зала. И такой спектакль, как вот только что вышедший 1881, где в центре арена. Кстати, арена не случайна, потому что в XIX веке зачастую в императорских театрах устраивались цирковые представления, и тогда не было специального циркового здания. И в Мариинском, и в Александринском театре устраивалась посередине зала арена, и давались цирковые представления. И вот Фокин в своем последнем спектакле использовал эту традицию. Вот, собственно говоря, речь сегодня шла о том, как возрождалось и наполнялось сценической технологией, сценическое пространство Александринского театра. Вот, видите, наш театр с высоты птичьего полета. Вот он такой идущий и плывущий сквозь время. И я надеюсь, что пройдет еще немало десятилетий, а может и столетий, и он продолжит свое плавание в историческом пространстве. Спасибо, Александр Анатольевич. Ну, таким образом мы переходим через площадь Островского, ныряем в арочку и оказываемся во дворах фонтанки, где в начале XX века были построены мастерские. А в 2013 году была открыта та сцена, на которой мы сейчас находимся, новая сцена Александринского театра. Я передаю слово Михаилу Олеговичу, чтобы мы услышали о том, как живет, о новой жизни традиции, можно сказать. Перескочу. Ну, я думаю, что когда Валерий Владимирович реализовал вот эти замечательные планы в историческом здании, у него возникли новые идеи, как реализовать более современные какие-то тенденции в театральном искусстве, которые не совсем вписываются в историческую сцену. И тогда возникло у него и его партнеров, в том числе у сегодняшнего режиссера умогучего. И вот это был такой, наверное, толчок к тому, чтобы попытаться создать современный театр. И ясно, что финансирования не было. И был найден крупный очень застройщик в Петербурге, который согласился сделать такой комплекс из театра и жилого дома. Такое фантастическое как бы сочетание несочетающихся вроде бы вещей. Но вот во дворах за Вагановским училищем, в очень такой затесненной территории, где были декорационные мастерские и склады, там вот возникла идея построить жилой дом, а от продажи квартир этого жилого дома, собственно говоря, и построить небольшой современный театр. И тогда вот из Сэтл-Сити к нам пришел один из руководителей этой компании-застройщика, это Петербургская Нездвижимость, сегодня очень известный такой застройщик в городе, и предложил нам попытаться сделать эскизный проект вот такого комплекса. Когда сразу я поехал посмотреть эту площадку, она, конечно, меня ввела в такое замешательство, я бы сказал, потому что, во-первых, очень сложное пространство. Это участок был совершенно неправильной формы, какие-то дворы, какие-то задворки, застроенные сараями, складов, вот старые заводские, по сути дела промышленной архитектуры, корпуса, трубы бесконечные, которые там были. Такая захламленная очень с архитектурной точки зрения территория. И понять, что с ней можно сделать, ну, мне показалось сначала задачей совершенно такой сверхъестественной. Но потом, приглядевшись вот к этому кирпичному корпусу, в котором находились, собственно говоря, вот как раз декорационные мастерские, возникла идея попробовать его сделать центром композиции. И, наверное, это была самая такая удачная идея, благодаря которой, собственно говоря, всё как-то и начало собираться в какое-то единое решение, в единую композицию. И вот это вариант первый, где сочетается вот театральная часть и жилой дом. Естественно, жилой дом тогда был нужен довольно высокий. Это было шесть этажей. Надо было его сделать так, чтобы из верхних этажей был вид на фонтанку. И в то же время, чтобы он как-то не мешал как бы архитектуре исторического Петербурга. И вот возникла такая, вписанная вот в эту сложную такую ситуацию градостроительную, ну вот такое сложное здание. Так, что-то я не туда. Так. Какую-то кнопочку я неправильно нажимаю. Покажите, может быть, что-то я... А, вот, да, да. Я вроде сюда и нажимал. Хорошо. А вот это как раз уже вариант, который родился благодаря тому, что Валерию Владимировичу удалось получить государственное финансирование. И тогда, соответственно, этот инвестор ушел. Необходимость строительства жилого дома отпала. И появилась уникальная возможность сделать настоящий театральный комплекс. Очень современный для того времени. И этот комплекс стал включать не только вот зал театральный, но и медиатеатр, вот где мы с вами сейчас находимся, и школу театрального искусства. И центром композиции стал вестибюль, который, ну, пришло в голову такая идея поднять его над землей, под ним устроить такой, ну, как в Петербурге традиционные проходные дворы, проход от площади Островского к фонтанке и в обратном направлении. И таким образом превратить это все вот в единый какой-то такой организм. Одновременно удалось понизить с шести до четырех этажей, что, конечно, очень благоприятно сказалось на силуэте всего этого комплекса. Ну, вот здесь немножко на этом слайде видно, как втиснулся, по сути дела, этот новый организм в старую застройку. Он примыкает вот сверху к общежитию Вагановского училища, с правой стороны к офисам железной дороги и со стороны фонтанки к жилым домам. То есть он буквально так вот туда просочился между всеми этими зданиями. И надо было решить еще кучу всяких вопросов и инженерных, и инсоляции жилых домов, и подъезды, и проезды, и пожарные, и так далее. В общем, вроде бы почти неразрешимый такой ребус, но который благодаря вот этому сохранению главного вот этого кирпичного корпуса каким-то образом, само собой, все стало на свои места, и постепенно все организовалось в достаточно какой-то такой удобный организм. Вот здесь вот вы видите план второго этажа, где довольно большую часть, вот эта вот самая темная в центре, занимает вестибюль и фойе, приподнятый на второй, на третий этаж. С левой стороны зрительный зал, справа внизу медиатеатр, где мы с вами находимся, и наверху справа это школа театрального искусства с репетиционным залом. Одновременно, естественно, Фокин поставил перед нами задачу сделать очень современный зал, то есть это такой black box, черная коробка с очень большим набором трансформаций, полностью такой трансформируемый зал. У меня не так хорошо получается. Видимо, куда-то надо направлять все-таки. Вот, а это нижний этаж, первый этаж, где вы видите, что по низу можно ходить, и в том числе не только вот этот проход на фонтанку с площади Островского, но и по соседним, заходить в соседний дворик, где тоже, в общем, достаточно интересная возникает ситуация историческая. Вот два варианта, как это выглядело со стороны фонтанки до реконструкции. Там вот немножко виден этот Шанхай из самых разных корпусов, сараев и так далее. И то, что вот в проекте мы попытались сделать как приглашающий такой вот портал. Одновременно, когда мы подняли вестибюль и фойе на второй этаж, возникла возможность сделать две парадные лестницы. Одну со стороны площади Островского во дворе, вторую со стороны фонтанки. И они, в общем, придали, наверное, такой, знаете, парадный вид с обеих сторон и такой общественно акцентированный, что ли, вход. Одновременно получилось сочетание такое довольно острое, которое было страшновато, наверное, нам демонстрировать, потому что центр Петербурга – это такое священное место. И когда в него внедряешься с какими-то современными формами, это, в общем, вызывает часто у петербуржцев довольно такую болезненную реакцию. Но, как ни странно, вот конкретное воплощение, которое вот эти современные элементы здания получили, они встретили одобрение даже вот у клуба петербуржцев и в комитете по охране памятников. И в тот момент еще такая реконструкция была возможна, чего, к сожалению, мы не имеем сегодня. Сегодня уже, по сути дела, реконструкция запрещена у нас, и только реставрация и ремонт возможны. Ну, вот мы постарались сделать сочетание исторического здания и привнесенных новых элементов на довольно остром контрасте. Стекло, нержавеющая сталь, такие легкие летящие ступени, подсветки, подсветки даже в мощении, для того, чтобы это здание говорило о том, что это не просто рядовая застройка, а это такой храм искусства в какой-то степени, храм современного искусства театрального. И вот старое здание, когда привели в порядок, когда очистили от многослойных покрасок этот кирпич, и в сочетании с прозрачным стеклом и подсветками он оказался таким, ну, как бы жемчужиной, что ли, этого комплекса. И надо сказать, что вот огромное удовлетворение собственное как бы вызывает то, что вот пришло в голову мысль его не снести, не разрушить и не пытаться сделать что-то, какое-то навьё на этом месте, а сделать именно из него, собственно, и театральный зал, и над ним наверху надстроили главный репетиционный зал, и к нему уже и обнимает его вот это пространство фойе и вестибюля. Нужны женские нежные руки. Вот у вас гораздо лучше получается. Вот с этим фойе и вестибюлем произошла ещё одна очень интересная и очень, как мне кажется, ценная превращение. Это то, что руководство театра превратило его в открытый общественный городской центр, куда люди могут прийти без билетов, бесплатно, и провести там время. Там кафе, там проводятся выставки, там проходят какие-то конкурсы, какие-то беседы. Вот здесь как раз Валерий Владимирович проводит какую-то беседу в этом фойе. Там есть небольшие конференц-залы, которые тоже работают очень активно. И просто посидеть в кафе, бывают какие-то камерные концерты. То есть этот вот открытый центр городской живёт своей жизнью и время от времени очень насыщенный. Вот, собственно говоря, зал. Здесь вы видите внизу несколько вариантов трансформации, когда слева направо, слева вы видите вариант, когда есть обычная сцена и к ней амфитеатр. Правее вариант, когда зрительные места расположены вокруг, а сцена посередине. А справа вообще перевёрнутая ситуация, и таких трансформаций там может быть несколько. При этом, вот вы видите и на разрезах, что зал может приобретать совершенно разные конфигурации, а при этом сцена имеет ещё как бы поднимающиеся элементы, которые движутся в диапазоне шести метров. Три метра вниз и три метра наверх. И это различные планшеты. И можно создавать совершенно новое пространство сцены практически для любой фантазии режиссёра. А наверху там расположен над этим залом точно такого же размера репетиционный зал. Вот здесь вы видите наверху чуть-чуть варианты трансформации. Справа внизу машины, которые вот этой сценой всей управляют. это тоже была целая отдельная огромная работа по механике сцены, по её оборудованию, по электрике, по вентиляции, по машинам и так далее. А слева внизу это медиатеатр, вот как раз зал, в котором мы сейчас с вами находимся. И здесь не случайно вот этот зелёный фон. Медиатеатр, он предназначен для того, чтобы на нём можно было снимать видеофильмы, различных спектаклей. А вот этот зелёный фон позволяет делать любое окружение. Хотите это горный пейзаж, хотите это подводное царство, хотите это городское, какая-то ситуация, и когда это снимается на видеокамеру, то у вас полное ощущение присутствия в другом совершенно пространстве. И эти спектакли могли, можно по телевизору как бы демонстрироваться, могут идти в интернете. и это целое отдельное направление вот этого современного сценического искусства и театра. И таким образом действительно получилось не просто новый маленький театр, а театр, который может очень большой диапазон каких-то новых веяний в режиссуре реализовать. То, что, наверное, в историческом, таком классическом театре отчасти неуместно, а отчасти, может быть, и невозможно. Вот здесь несколько разных вариантов использования этой сцены, этого пространства. Вот. И еще есть пространство на кровле. И там это тоже как бы зрительный зал под открытым небом, который в хорошую погоду, активно использовался. Там и фильмы демонстрировались, и, видите, занятия там какой-то из спортивных систем, аэробика или йога, и какие-то встречи. И таким образом это такое многослойное, многоэтажное пространство, которое, собственно говоря, какая фантазия приходит в голову организаторам, а такая и может быть организована, реализована. Ну, собственно говоря, проект получился удачный, и, видимо, поэтому он был отмечен целым рядом всяких очень престижных премий и оставил в душе авторов очень глубокий след. Хочу сказать, что огромную работу по уже рабочему проектированию, по координации архитекторов и инженеров, технологов, сцены и так далее провела мой партнер, главный архитектор этого проекта Нина Игоревна Поповская. Вот тоже ее нельзя не вспомнить в связи с реализацией этого проекта. Ну, и хотелось бы, чтобы жизнь здесь была активная на протяжении долгих-долгих лет и приносила жителям нашего города всем нам радость, общение с разными режиссерами, с разными коллективами театральными и видеть самые разные постановки. Спасибо. Огромное спасибо. Ну что, может быть, если есть вопросы какие-то, быть может, у вас. Есть, да? Можно микрофон попросить? Сейчас нам надут, все в порядке. Будут здесь. Спасибо. Добрый вечер. Кино на новой сцене на крыше. Оно живое? Видимо, мне придется ответить как сотруднику новой сцены. Вы знаете, нет, мы сейчас, к сожалению, на некоторое время проект на крыше закрыли, но с нетерпением ждем момента, когда можно будет вернуться на крышу и все, что мы там делали, там у нас концерты проходили даже, снова там проводить. Но пока есть ряд вопросов, которые в стадии решения и такого находятся. Это связано с разными обстоятельствами. Спасибо. Еще вопросы? Да, конечно. Можно? Большое спасибо за рассказ. Меня немножко так возмутила история с краснокирпичной дворовой постройкой. и как я понял, что были планы по ее сносу. Вот могли бы вы сказать, если бы в девятом году, в январе девятого года не приняли 820 закон, ну наверняка вы знали о подготовке этого закона, все-таки бы вы решили, что это можно сносить и насколько вот этот закон, который приняли как раз, когда вы закончили проектировать это здание, повлиял на решение не о сносе. Ну, во-первых, конечно, этот закон никак не повлиял, потому что он был постфактум. И когда он готовился, мы, собственно говоря, не знали о том, что там готовится, потому что это была такая работа внутри комитета по охране памятников и при очень активном участии градозащитного движения. Мы к этому не имели никакого отношения. Знаете, реконструкция в Петербурге, особенно в советские времена, она была совсем другой. Если вы в курсе, у нас такой был жил проект, который, занимаясь реконструкцией в центре города, обычно оставлял только фасады зданий, а внутри все сносилось и делалась новая застройка в соответствии с существующими нормами. Противопожарными нормами, с нужными расстояниями между зданиями, с нормами по инсоляции, чтобы каждая квартира инсолировалась два с половиной часа прямого солнечного света и так далее. И в результате структура историческая, вот эта градостроительная структура города, она терялась. И первый объект, на котором наша мастерская, собственно говоря, вышла с таким предложением как бы изменить подход к реконструкции, это был Невский палас. Мы тогда были первой мастерской в Петербурге, которая получила лицензию на частную архитектурную практику. Вот мы с Зимцовым тогда организовали мастерскую первым в городе, у нас лицензия номер раз, в 89-м году, и мы тогда сделали проект двух новых пассажей, они, правда, были сделаны еще немножко раньше, такой эскизный проект, а реализованно это было вот Невский палас-отель, где мы сохранили все дворы, вот эти вот, и даже дворы-колодцы, именно как некую историческую и градостроительную ценность. И, в общем, этот проект тоже так хорошо очень был поддержан, получил госпремию, и мы эту идеологию стали дальше развивать и продолжать. конечно, когда вот, ну, получилось так, что вот я первый пришел на эту площадку, первый занялся этим эскизным проектом вот этого театрального комплекса, конечно, я искал вот в том окружении, что можно было бы, за что можно зацепиться, что можно сделать, ну, каким-то ядром, что ли, всего этого решения. И меньше всего хотелось что-то сносить, но там были и сараи, которые действительно не было смысла никакого сохранять, да, буквально вот складские помещения. И даже вот этот вот кирпичный корпус, в первый момент было неочевидно, что он имеет ценность. Вот слава Богу удалось его разглядеть, но это скорее удача, чем знаете, такой вот естественный единственный путь развития. Дело в том, что вообще этим местом до нас лет 25-30 пробовали заниматься самые разные архитекторы. Было несколько проектов на эту тему, и ни в одном из них это здание не сохранялось. Так что, наверное, хорошо, что те проекты не были реализованы. Я ответил? Спасибо за вопрос. Еще вопросы? Пожалуйста, можно попросить помочь? Здравствуйте. Хотел бы благодарить вас за лекцию. Я хотел бы вопрос задать тем лицам, которые в настоящий момент обслуживают это здание, в том числе в нем работают как часть организации. Все-таки прошло с реконструкцией, с реставрацией новой сцены. строительства новой сцены. 10 лет, правильно я понимаю? Какое ваше впечатление все-таки от нового пространства, от новой сцены? Поделитесь этим впечатлением артистов, общий отзыв, так сказать. Спасибо. Вы знаете, дело все в том, что в Александринском театре появилось это пространство, это уникальный лотерейный билет, который мы выиграли. Дело все в том, что современный театр, он такой очень вариативный в плане пространства. Дело все в том, что когда-то театр, как классический театр, вот мы видим этот классический театр на площади Островского, он абсолютно четко диктовал свои законы строения действия. Это классический театр, есть сцена, есть зрители, есть ярусы, есть, так сказать, освещение, направленность взгляда, направленность восприятия, все это абсолютно, так сказать, так, детерминировано самой архитектурой. И, кстати, сказать, многие из режиссеров, которые ставят на основной сцене, говорят, что они не могут игнорировать это пространство, они должны вписать свой замысел в это пространство. Те, кто игнорирует тот зал, они терпят фиаско. Значит, вот они должны какое-то отношение к тому залу выработать. Здесь немножко другое. Здесь пространство настолько пластичное и настолько много разных пространств в этом комплексе, что можно это пространство подстроить под свой замысел. И в том числе эту сцену трансформер, и эту медиа-студию, и черный зал, нашу учебную сцену, их можно подстроить под свой замысел. И можно играть и в фойе, можно играть и под лестницей, и на лестнице, и во дворе, и где угодно, и лифты использовать, хоть в лифте играйте. Понимаете, это пространство очень многообразно. Что касается того, как обжили это пространство, вы знаете, в нем необычайно уютно, в нем хочется работать. И вот мы говорили с Михаилом Олеговичем перед началом, что вот эти десять лет они были очень наполнены разнообразными творческими проектами. Самыми неожиданными, самыми креативными, самыми непохожими друг на друга. И вместе с тем в этом пространстве необычайно уютно. Необычайно уютно репетировать, необычайно уютно работать. Мы можем, так сказать, общаться со зрителем и в близком, как говорят, контакте, и отстраненно, и через медиа какие-то средства. Мы можем эти трансляции осуществлять. Это такие возможности дает для творческих людей. И Валерий Владимирович очень правильно говорил о том, что национальный театр это не только театр, который хранит традиции, а который их создает, который креативит, как говорят. Так вот, креативить в том зале очень сложно. И, так сказать, можно, конечно, безусловно, но очень сложно. Креативить здесь очень приятно, очень комфортно. И это пространство провоцирует, что ли, на творческие такие вот эксперименты. А для актеров это очень важно. Играть не только на классической сцене, где есть так называемый Александринский катурн, когда, так сказать, ты немножко подаешь все, немножко приподнято, а когда ты можешь совершенно разные способы существования здесь использовать. И интимное, близкое, и очень театрализованное. Актеры здесь очень любят работать, репетировать, давать, устраивать и творческие встречи, и общение со зрителями. это очень комфортное пространство. И то, что сегодня говорили о том, что слава Богу, не снесли это здание, действительно, слава Богу, потому что эти стены, вот эти стены наших мастерских, они излучают какую-то энергию, энергию времени, энергию театра. Это удивительно, вот трогаешь даже эти стены, и ощущение какой-то теплоты, несмотря на то, что это камень, теплоты и вот такого тактильного, так сказать, контакта с историей, при том, что здесь экспериментальный центр, а потом пойдешь в кафе, выпьешь кофе, значит, и может еще чего-нибудь, вот, и будет очень хорошо. Я хотел бы добавить, вот как раз как Александр Анатольевич сказал, чтобы потом зайти в кафе выпить кофе. Вот мне очень обидно, что единственная серьезная такая идея, которую мне не удалось здесь воплотить, это ресторан. Дело в том, что здесь под как раз историческим этим корпусом подвал с замечательными кирпичными сводами. И в первом чтении, еще когда это был жилой дом и театр, там проектировался ресторанчик, чтобы после спектакля с хорошим настроением можно было спуститься вниз и продолжить общение, может быть, с артистами, может быть, с теми, с кем пришел на спектакль, и чтобы было такое послевкусие продленное. вот, к сожалению, поскольку это было госфинансирование, то ресторанчик оказался как бы неуместен в этой программе, чего, конечно, чрезвычайно жаль. Вот, а лифт, между прочим, тоже, о котором вот вы сказали, он ведь сделан был для людей с маломобильными возможностями, чтобы можно было на коляске буквально подъехать там на уровне земли, там на машине буквально можно подвезти инвалида туда, нажать на кнопочку, вызвать лифт и подняться в фойе, потому что, естественно, вот по этим лестницам входным, ну, таким людям подниматься очень тяжело. Ну, вот таким образом мы сделали свой маленький вклад еще и в это благородное дело. Еще вопросы? Можно, пожалуйста, микрофон? Может, немножко вопрос из прошлого. Было очень интересно слушать про то, как изменялся театр изнутри, и было сказано, что он очень долго не изменялся, и проводку иногда было видно, и мне интересно, соответствовало ли это пожарной безопасности, и почему так долго не ремонтировалось это? Спасибо. Это не очень соответствовало пожарной безопасности, но администрация театра находила разные способы, как говорят, отмазаться от этого, значит, но дело все было в том, что ведь реконструкция театра была задумана еще в советское время, но тогда перемены, перестройка, потом, так сказать, уничтожение Советского Союза. Кстати сказать, последнее постановление советского правительства была реконструкция Александринского театра, которая не была реализована, потому что она была сделана за несколько дней до развала Советского Союза, вот это подписанное Рыжковым когда-то, но видите, после этого 20 лет ничего не было, так что вот здесь, конечно, то, что театр был в таком почти что аварийном состоянии, несмотря на свой блеск и красоту, это была, это была, конечно, вещь такая, ну, из ряда вон выходящая, и то, что вот новая администрация, которую привел Валерий Владимирович и его собственные усилия, так сказать, пробивания вот этой, этого проекта реконструкции и реставрации, это, конечно, спасло театр, потому что иначе здесь, ну, мы бы, может быть, и не видели бы этого театра, не дай бог, понимаете ли, в таком виде, сейчас он, конечно же, один из самых оснащенных театров, если не мира, то Европы уж точно, потому что он технологически отвечает самым новей, даже вот сегодня, несмотря на то, что со дня реставрации прошло уже, сколько, 17 лет, да, 17 лет, он же еще и обновлялся за эти годы, он действительно сейчас представляет собой уж одну из самых, так сказать, оснащенных современных сцен, здесь можно делать очень-очень многое, а начиналось все это с того, что вот мог круг перевернуться, понимаете, если мы, встанет там 20 человек на одну сторону, или не пойдет круг, понимаете, или загорится что-нибудь, вот это вот, вот такое, и ручку крутить подъемов нужно было, это все, все было, понимаете, это все было, и вот это удалось преодолеть и сделать театр действительно современным. Спасибо. Александр Анатольевич, я пользуюсь рабочим положением, можно задам вопрос? Меня заинтересовала история с тем, что на плафоне какое-то время в 50-е годы 19-го века были классики, ну не классики, а великие на тот момент русские писатели, а ведь в это же время в Мариинском театре, который в 1860-м году открыли, там тоже плафон как раз с Гоголем Островским, озеровым, капнистым, кажется, да? Да, да, совершенно верно. И вот он там сохранился, получается, да? Он там сохранился, да. То есть параллельно в Александринке и в Мариинке сделали? В Александринке немножко раньше это было сделано, в Александринке это было в 50-е годы, в 55-м году сделано, а в Мариинке в 60-м, но чуть ли не те же самые люди это делали, понимаете ли? Тогда была идея, что, во-первых, они были в Мариинке, тоже играли драматические спектакли, так же, как и здесь, в Александринке, иногда и танцевали балеты, иногда и оперы пели, это была единая система императорских театров, и русские композиторы, русские писатели, драматурги на плафоне театра, это было традиционно, это было очень важно, так сказать, там есть даже некоторые известные драматурги, которых сегодня никто не знает, например, «Кукольник», понимаете ли, «Кукольник», «Полевой», значит, вот там они были на этом плафоне, поэтому не только Грибоедов, не только Пушкин, не только, так сказать, Лермонтов, но и вот такие, значит, драматурги, которые в свое время были известны, а потом уже как-то менее известны. Да, это примерно одно и то же время. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте. У вас на планах было видно, что новое здание примыкает вплотную к жилым домам. Фактически, квартиры без окон, это невозможно. Вот что случилось с теми квартирами, помещениями, к которым примыкает театр? Это первый вопрос. И можно сразу второй задам? Как я понимаю, что сцена установлена там, где старое кирпичное здание, верно? Логично, что вряд ли было в старом здании пространства достаточное для того, чтобы разместить сцену. Это большепролетные конструкции, это высокие потолки. Каким образом было преобразовано старое здание, именно пространство техническое, для того, чтобы создать сцену? Спасибо. Во-первых, ни одна квартира в окружающих жилых зданиях не пострадала. Вот эта вот сложная такая конфигурация в плане нового комплекса, она и обусловлена тем, что надо было буквально каждому окну существовавших на тот момент жилых зданий дать вид, дать свет и так далее. То есть примыкали к глухим элементам, к бронмаурам этих домов. И вот так вот оно как-то там случилось благополучно. По поводу использования вот этого старого здания, ну, внутри это были несколько этажей мастерских для декорационных вот этих вот мастерских. И, конечно, эти перекрытия все были разобраны, а все наружные стены, кирпичные, собственно говоря, то ценное, что и было в этом здании, оно сохранилось, потому что все эти перекрытия, они в течение там сотни лет менялись в зависимости от необходимости, в них не было никакой ценности. Ценность представляли именно вот эти кирпичные стены наружные с контрфорсами, такая очень необычная многогранная такая форма. И когда эти перекрытия оттуда все убрали, то как раз пространство внутреннее, оно оказалось достаточное для новой сцены, и оно по-другому было разделено уже по вертикали, чтобы появились и этаж с машинами вот этими, с механикой сцены, дальше сам зал достаточно высокий, чтобы у него там были и сверху могли ходить, двигаться над сценой конструкции с освещением, с звукотехнической аппаратурой и так далее. когда-то даже была мысль сделать на втором этаже этого зала балконы, на которые могли бы артисты выходить из фойе в зал, спускаться в зал, там из-за спины откуда-то сбоку, из неожиданных мест появляться, чтобы был эффект такой неожиданности и какого-то такого нового как бы присутствия артиста в зале. Так что надстроив один этаж мы получили в общем-то пространство достаточное и удобное для такого вот зала. Спасибо. Знаете, я думаю, что, наверное, мы должны уже заканчивать. Еще один вопрос и мы будем загругляться. Спасибо, да. У меня два вопроса, они между собой логически связаны. Первое, создание новой сцены, конечно, понятно, дает большие возможности и с далекой перспективой. Это очень хорошо. Но как общественность узнает о том, что эти возможности есть? То есть, есть ли у вас какая-то рекламная компания или проект рекламной компании, сайт, издание какое-то, потому что возможности, чтобы они реализовывались, нужно, чтобы они знали. Это первый вопрос. Второй вопрос, дорогостоящий бюджетный проект. Есть ли у вас план по поводу возмещения инвестиций, сделанных за счет бюджета на этот проект? Спасибо. Я очень коротко по поводу первого вопроса отвечу. В целом, новая сцена существует уже чуть больше десяти лет. У нас есть и социальные сети, и сайты, довольно много всяких разных активностей, каналов, с помощью которых мы общаемся с нашей аудиторией. И вот эта трансляция, например, это тоже суперспособ общения. И вчера у нас была трансляция, аудитория, которая составила больше 20 тысяч человек. Так что думаю, что тут все более или менее в рамках нашего плана движется. Мы продолжаем над этим работать. Александр Анатольевич? Что касается окупаемости, то у нас есть бюджетное учреждение, у нас есть госзадание, мы его выполняем, и мы работаем как бюджетное учреждение. Продаем билеты, окупаемость таким образом, продаем билеты, есть финансирование на новые проекты. Здесь абсолютно работает как обыкновенный театр. Тут никакой особенной схемы нету, она абсолютно традиционная бюджетная схема. Возмещение как? Что в течение этих лет безусловно это уже окупилось 20 раз. Понимаете ли? Это уже окупилось 20 раз. А то, что сегодняшние проекты осуществляются, то они осуществляются по нормальной схеме театра. Вот и все. Мы не коммерческая организация. Мы не коммерческая организация, мы бюджетная организация. Поэтому государство финансирует эту работу как обыкновенные наши творческие планы. Ну что, наверное, мы будем завершать. Спасибо огромное. Спасибо слушателям и зрителям нашей трансляции. Спасибо Михаил Олегович за очень интересный рассказ. Александр Анатольевич. И до встречи на новой сцене. Гажем. Спасибо.